Дерипаска считает, что Минфин США проигнорировал презумпцию невиновности, ведя санкции. Бизнесмен также считает, что суды США достаточно объективны, чтобы поддержать закон и конституцию. Москва 15 марта. ТАСС. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что Минфин США проигнорировал принцип презумпции невиновности, ведя против него санкции. Речь идет о простой справедливости. Презумпция невиновности — это основной принцип американской правовой системы, который явно игнорировался при применении ко мне санкций. Власти США должны следовать принципу верховенства закона, а не нацеливаться на отдельных лиц, потому что это политически целесообразно, передала ТАСС слова бизнесмена его представитель. Дерипаска также выразил мнение, что суды США достаточно объективны, чтобы поддержать закон и конституцию США, только суды могут решить, виновен ли человек, или нет, и я считаю, что суды США достаточно объективны, чтобы поддержать американский закон и конституцию. Если у Афак есть какие-либо доказательства, подтверждающие необоснованные слухи и инсинуации, которые он любит цитировать, то сейчас самое время их представить, отметил бизнесмен. Я потратил 30 лет своей жизни, создавая компании, которые являются основными игроками в мировой экономике, и я не позволю, чтобы эта тяжелая работа, наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию, была разрушена политическими схемами, подчеркнул Дерипаска. Ранее в пятницу стало известно, что Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции. В иске также фигурирует управление по контролю над иностранными активами Минфина США, Афак, отвечает за правоприменение в области санкций, и его глава Андреа Гаки. Предприниматель требует от суда обязать американское финансовое ведомство снять с него санкции, исключить из так называемого кремлевского списка и прекратить называть его олигархом. Подпишись на канал и смотри последние новости первым. Спасибо за лайк.